Я показываю, чем я сегодня развлекалась. Это вот еще мне надо чистить. Муженек привез. Вот это уже чищенное. Сейчас буду все распаковывать по пакетикам. Тут у меня и щучка. Щучка большая вон одна есть. Буду ее сейчас разрежу. Подсолю немножечко. И завтра приготовлю. Сегодня уже не буду. Такое окунище огромное. Вообще. В этот раз окуня такие большущие. Маленькие. Говорю, не вози мне. Он никаких огромных привез. И езей все-таки привез. Говорю, не надо. Он мне все равно их приволок. Так что все. Друзья мои, до встречи. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, зрители моего канала. Приветствую вас на моем канале Уютное Чаепитие. Может быть, этот ролик кому-то покажется и неинтересным. Потому что я буду разговаривать о том, как я занимаюсь своим маленьким бизнесом. Бизнесом, может быть, это и не назовешь. Но приработок, я думаю, что приработок этот мне не помешает и дальше. Я хочу рассказать о том, как я высчитываю себе стоимость продуктов. И чтобы долго вас не томить, хочу сказать о том, что когда я начала заниматься вот этим приработком, когда я поняла, что мне еще чем-то надо заниматься, я делала грубейшую ошибку. Первую свою грубейшую ошибку я смотрела на цены в магазине. Конечно же, на цены в магазине смотреть надо. Надо ориентироваться, но не надо подстраиваться под эти цены, потому что продукты выбираешь хорошие, качественные. И, естественно, продукция выходит дороже. Посоветовать мне было некому. Некому мне было обратиться, как это делать. Я посмотрела блогеров каких-то, смотрела, смотрела всякие там советы по YouTube, телевизор, все это. Но ничего конкретного я не услышала. Все равно пока сама не попробуешь, ничего у тебя не получится. Вообще в идеале, конечно, иметь табличку. Но это ладно, мы сейчас не о табличках. Например, я хочу рассказать вам о том, с чего я начала. И я начала, сразу я включу на телефоне калькулятор. Я начала с трубочек. Я вам рассказывала, что трубочки и орешки. И вот так сейчас я это все уберу. Вот смотрите, трубочки, видели, наверное, на моем канале есть рожки, а есть трубочки со сгущенкой. Когда я первый раз их испекла, я, значит, посмотрела, сколько у меня выходит штучек. Естественно, ты печешь, у тебя может быть где-то какой-то брак, поэтому его не считаем. То есть с одного рецепта, который указан у меня в видео, там один из первых роликов, шестой, что ли, или седьмой, но не столь важно, у меня получается, я беру 20 штук трубочек. Потому что чем меньше ты возьмешь, если ты возьмешь там 25, конечно, у тебя там выходит трубочка становится меньше. Нет, 25 не выйдет. Возьмем 20, потому что где-то сломалось, где-то завернулось не так. И вот, например, что я еще... Первое еще, первое, вот если кому-то интересно, запишите первое, это электричество. Как рассчитать электричество и как рассчитать газ. За электричество я всегда плачу много. За электричество плачу много, потому что у меня водонагреватель, у меня горит свет, я не могу без света совсем. У меня, посмотрите, вон Коля, у меня в каждом... Вон там еще перегорел, у меня Коля вообще тут сделал точечный свет, сделал еще... Я потом покажу вам. Сделал еще... Еще две лампы, потому что я без света не могу, что-то мне надо делать, и мне надо было, чтобы ярко. Теплый пол в туалете у меня постоянно круглый год, мы его летом отключим, но отдохнет немножко и включаем снова. Вот. Вообще, в идеале, конечно, вам месяц что-то попечь, поделать, там полуфабрикаты, сколько вы электричества затратите, сколько у вас этого света нагорит, и разницу потом взять, да, сколько вы жгли электричества, ну, буду просто говорить, до работы, и сколько вы жжете после работы. Взять вот эту разницу, которая, допустим, у вас счет каждый месяц на 3 тысячи. Вы начали заниматься своим делом, и у вас каждый месяц теперь выходит 6 тысяч. Вот эту вот разницу взять, 3 тысячи, разницу, потому что 6 минус 3 будет 3, и разделить на количество тех полуфабрикатов, тех, значит, пельменей, котлеты, трубочки, это все разделить. Я делаю не так. Я увеличила электричество в два раза, которое мне приходит. Допустим, да, возьмем вот так вот. Допустим, у меня приходит счет на 3 тысячи, грубо говоря. 3 тысячи. Я делю на 30 дней в день 100 рублей я трачу на свет. 3 тысячи. Вернее, тратила на свет. Давайте сразу говорить не 3 тысячи, давайте сразу умножим это на 2, допустим, да, 6 тысяч. Потому что 3 тысячи, допустим, я трачу без работы. 6 тысяч. Не пугайтесь этих цифр, потому что я говорю образно, у кого как горит. У меня еще морозилки, у меня холодильник, у меня электричество уходит очень много. 6 тысяч возьмем. Мы делим на 30 дней, допустим, у вас 200 рублей в день. В день вы тратите. 200 рублей делите на 12 часов. Не на 24, а делите на 12. Делим. Так, 6 тысяч. Делим на 30 дней. 200 рублей делим на 12. И получается у нас 16,66. Возьмем 17 рублей в день. Я вот тут обозначила немножко по-другому. 17 рублей, вернее, в час. Это в час. Также возьмите газ. Допустим, вы сейчас вы тратите, допустим, газ вы тратили тысячу, умножаете на 2, потому что так оно и есть. 2000. Вы тратите на газ. Делим на 30 дней. Получается 66,06. Да? 2000. Делим на 30 дней. Все правильно. И делим это тоже на 12 часов. Получается 5 и 5,5,5,5. Допустим, 6 рублей. В час. 6 рублей в час. Это я так рассчитываю. Я не буду считать, сколько я сделала килограмм, сколько я напекла. Вот эту разницу нет. Я делаю сразу так. Потому что мне пришел свет, допустим, на 5000. Я знаю, что он у меня придет больше. Но потом каждый раз, когда тебе приходит счет на электричество, он почти одинаковый, округлите вы его и вот сделайте такой расчет. Вы 2 раза по-любому тратить будете. Так. Это мы рассчитали. Значит, в час у нас уходит электричество 17 рублей, газа уходит 6 рублей. Дальше берем. Берем, например, трубочки. Еще раз говорю, трубочек получается 20 штук. Рецепт. 5 яиц. 5 яиц. Яйца у нас. Берем по 100 рублей. Хорошие, крупные яйца. Берем по 100 рублей. Нам нужно 5. Это будет 50 рублей. Маргарин или масло. Пишите, что маргарин это трансжиры. Не всегда маргарин бывает плохим. И не всегда хорошее масло оказывается хорошим. Ну, мы покупаем дорогое, например, да. Из дорогого масла вы делаете. Все равно не будет. И самое высококачественное. Вы все равно пойдете и купите, например, у нас вот Красноборская есть 72%. Да, у нас есть Холмогорская. Где-то оно бывает в акции. Берите ценник всегда без акции. Допустим, у вас 180 грамм масла. Допустим, ну пусть будет у нас ну давайте 120 рублей возьмем. Давайте возьмем 120 рублей. Это самая большая такая вот цена. Вот это вот 180. Потому что я еще раз говорю, никто из настоящего сливочного масла делать не будет. Возьмут хороший маргарин. Если вам пришел заказ на хорошее масло, ну на хорошем масле вы сделаете и ценник у вас будет дороже. Вы отдельно его рассчитаете. 250 грамм сахара. Кстати, я сахар и муку сейчас я проверила. Я пользуюсь вот такой вот чашкой. Вот такая у меня, значит, чашка. Здесь у меня точно по рецептуре, которая там же указана в ролике. 250 сахарный песок. Сахарный песок, друзья мои, 80 рублей сейчас стоит, да? Например, я, например, покупала последний раз по 80 рублей. Он был дешевле. Конечно же, и ценник у меня был другой. 80 рублей. Мы так, 80 рублей так, 0,250 0,2 250 умножаем на 80. Получается по 20 рублей. Может быть, он у вас будет по 85. Я взяла по 80. Это получается 20 рублей. Мука. У меня мука привозная. У меня мука идет за килограмм 30 рублей. Ну, вы, например, идете и покупаете. Если у вас нет возможности, ну, куда вам тут мешок, да? Вы только начинаете, например. Вы все равно будете пробовать что-то. Вы идете и покупаете муку в магазине. Сколько она сейчас стоит? 45 где-то рублей килограмм. Ну, давайте высчитаем за килограмм 45 рублей. 260 грамм. Получается 11,7. Давайте округлим до 12 рублей. Вот я тут округлила. Ванилин. Ладно, бог с ним. Ванилин я не беру. Мы и так где-то округлили. Его там на кончике ножа идет. Сгущенное молоко. Вы делаете трубочки, например, со сгущенным вареным молоком. Так, молоко сгущенное. Сразу говорю, никогда не покупайте дешевого молока. Потому что я беру либо Вологодское, либо Рогачев и еще какое-то Вологодское, Рогачев. Есть еще молоко, сгущенное молоко, коровка из кореновки, что ли. Ну, надо, чтобы банка была хорошая. Сейчас я вам покажу. Вернее, не хорошая, а без ключа, естественная. Вот я беру молоко. Вот такое у меня молоко. Есть еще Рогачев. Я беру только их. У меня есть девчонки, бывшие мои продавцы, знакомые, бывшие коллеги, которые работают еще, да, и они мне, естественно, говорят, там звонят Ирина, там так и так, или девчонки, Мэрина Борис, у нас молоко появилось, сгущенное, подешевле, сроки хорошие, приходи, покупай. Но, естественно, это не у каждого есть, поэтому давайте возьмем банку сгущенного молока, например, ну сколько сейчас банка сгущенного молока стоит хорошего? 140 рублей. Например, 140 рублей, вам нужно, вам нужно, будет полторы банки, уйдет, у меня уходит на порцию, полторы банки сгущенного молока. Если вы хотите положить побольше, у вас расчет уже будет побольше. Хорошо, давайте возьмем две банки сгущенного молока. Начнете печь, поймете, что две это много. Две банки, это у нас выходит по 140 рублей, 280 рублей. 280. А теперь посчитаем. Итак, трубочек, трубочки, значит, у нас, значит, яйца 50 рублей, маргарин или масло 120 рублей, сахарный песок 20 рублей, мука 12 рублей, ванилин мы не брали, сгущенное молоко вареное 280 рублей, в час молоко вы варите, вы варите молоко, сгущенное, естественно, в большой кастрюле я варю, у меня есть специальная кастрюля, там вмещается 5 банок, но, допустим, я варю эту одну банку 2 часа, вернее, 2 банки, 2 часа, 2 часа я потратила на газ, 2 часа я потратила на газ, у нас в час идет 6 рублей, значит, 12 рублей, и электричество я потратила на все это дело, ну пусть будет час, я там пеку, быстренько, сгущенка варится и без электричества, 17 рублей, 511 рублей у меня получилось, итак, друзья мои, еще раз, смотрите, в час у меня электричество 17 рублей, газ 6 рублей, дальше берете всю рецептуру, выписываете всю рецептуру тех же трубочек, переписываете все, обозначаете все ценники без акций, конечно же, вы потом уже будете, вы живете, допустим, везде магазин, вы все равно зайдете, ага, вы там увидите подешевле, но вы не будете в разные магазины, естественно, бегать, вы закупитесь в одном, но сейчас есть скидки, сейчас есть что, вы считаете цену без акции, очки одеваю за вперед, потому что вот так вот вас вижу, описать в очках не могу, и так, 511 рублей у меня ушло всего у нас должно получиться 20 трубочек, делим 511 мы делим на 20 одна трубочка у нас получилась 25 рублей 55 копеек одна трубочка 25 рублей 55 копеек это получается у нас себестоимость продукта так, по какой цене вы будете продавать вы понимаете да, что ну вы входите в магазин и вы понимаете что если вы как говорят нужно умножить чуть ли не в 3 раза вы понимаете что это вы не продадите но вы знаете что вы еще можете испечь кекс вы еще можете сделать орешки вы можете где-то что-то сэкономить я например поставила ну это вот я сейчас уже делала вот еще осенью еще осенью продукты были дешевле тот же сахарный песок тоже масло было все равно подешевле вот я поставила за одну трубочку 45 рублей одна трубочка у меня продажа 45 рублей то есть с одной трубочки я имею 19 рублей 45 копеек у меня например заказывают да у меня например закажут 19 рублей 45 копеек да 19 45 у меня закажут 10 трубочек 194 рубля я заработаю плюс мне еще закажут там кексик кексик я пеку пусть он печется я пока трубочки делаю я сейчас понимаю что может быть я рассказываю не так но вы поймите именно вот именно вот таким способом я высчитывала свою себестоимость то же самое я вам могу рассказать про про кекс где-то у меня уже исчезла где-то я про кекс хотела рассказать и куда-то у меня листочек уже убрался ненароком ну вот например кексик да мы то же самое берем вот допустим кекс сколько у нас там идет там у нас мука 300 грамм давайте-ка я отключусь я все-таки найду свои записи так вот например кекс я записывала потому что там уже девушка написала что-то долго тут себестоимость я просто вот кексик записала думаю с трубочками вам рассказать с орешками возможно так же вот такой вот у меня принцип вот возьмем кекс масло на кекс я маргарин не беру на кекс я беру хорошее сливочное масло если я беру например даже ну не маргарин а спрет я беру на трубочки на орешки то на кекс только масло масло вот например вы возьмите даже за килограмм хорошее хорошее масло например каргопольское у нас вот возят да или холмогорское 1000 рублей килограмм, 1000 рублей, то есть полкило у нас будет 500 рублей, а 250 грамм у нас будет 250 рублей, вот я как раз здесь пометила, 250 рублей. Дальше сахарного песка у нас уходит 200 грамм, по 80 рублей, это 16 рублей. Муки уходит 350 грамм, я считаю муку по 30 рублей, как у меня, то есть 350 умножаем на 30 и получилось у меня 10 рублей. У вас, конечно, вы пойдете муку покупать макфу или там еще какую-то хорошую муку берете, но давайте возьмем 20 рублей. Разрыхлитель уходит 2 пачки, если ванилин я не считаю, то разрыхлитель не дешевый. Если я брала в акции по 11 рублей, а так он стоит, ну допустим, рублей 15, всегда имейте запас. Вот, пожалуйста, разрыхлитель 30 рублей 2 пачки, яйца 4 штуки по 80 рублей. Ну, я тут даже обсчиталась. Получается, вон, 4 штуки, это 32 рубля. Да, 32 рубля. Вот, какао. Какао я также взяла, значит, по 90 с чем-то рублей по акции, так он может быть подороже. У вас сколько там уходит ложка какао? Ну, допустим, грамм может 10, может 5, не знаю, я что-то даже не измеряла. Беру столовую ложку, измеряйте, кто будет печь. И вот, например, я все это плюсую, то, что я закупила, весь закуп, я считаю... А, сейчас в трубочке еще вам тут кое-что не сказала. Так, кексу. В упаковке его надо отдать? Надо. Упаковка дорогая. Я звонила в упаковку, у нас есть такой магазин упаковка. Очень дорого. Коробки стоят 79 рублей, 80 рублей. Поэтому у меня есть бумажный пакет, и я бумажный пакет. Он стоил, если 17 рублей, то сейчас опять, наверное, подорожал, но может рублей 20 он будет. Вот я здесь, значит, посчитала свой кекс. Ну, давайте я вот при вас, например, посчитаю. У меня вышло 250 рублей, плюс сахарный песок, плюс мука, разрыхлитель. Яйца. Какао. Ну, то вместе с ванилином, допустим, да. Так, 363 рубля у меня ушло только на продукты. Друзья мои, мы считали. У нас уходит, значит, электричество. Я пеку 50 минут, это около часа. Ну, и плюс я еще там замешиваю. Два часа, допустим, я нахожусь на кухне. В час 17 рублей, то есть 2 часа 34 рубля. Газ. Ну, газа, например, я не потратила. Не будем газ трогать. Вышло 397 рублей. Если вы хотите кому-то в подарочной коробке, коробка дорогая, отдельно ее уже, там вы скажете, что еще плюс цена за упаковку, либо сразу включайте. Я беру бумажный пакет, давайте округлим до 20 рублей, плюс 20 рублей. Ну, и что-то я тут, ну-ка, ну-ка, ну-ка. А, вот, 34 рубля, плюс 20 рублей, и получилось у меня 417 рублей. Я только потратила, ну, естественно, потратила на вот этот вот кекс все цены без акций. Конечно же, я пошла в магнит, или я пошла в пятерочку, сразу говорю, мясо я там не беру, но продукты мы там все берем. Или, допустим, там лента, или, допустим, еще что-то. У вас все равно есть карточки, вы все равно где-то что-то вы сэкономите, да? Так, вы потратили 417 рублей. Так, все, камера, подождите, друзья мои, камера у меня опять... Друзья мои, камера перегрелась. Итак, мы считали с вами кекс. Мы считали с вами кекс. У меня получилось 417 рублей. Так, 417 рублей. Это грубая сумма, там у вас, вы смотрите, какие у вас продукты. Ну, я так подумала, килограмм кекса, да? Он выходит килограмм. Девчонки, у нас торты продают за килограмм где-то 1100, это было до подорожания. Опять же, торты. Ну, посмотрите, вот в кекс тоже идут хорошие продукты, да? Ну, в торт идет тоже бисквит. Вроде бы минимум продуктов, но у них уходит, значит, на печать там чего-то, какой-то картинки у них уходит, на крема, это тоже деньги. То есть, вот они, ну, я видела килограмм 1100, и дочь у меня заказывала там, например, да, на день рождения, еще куда-то, потому что я украшать не умею, испечь, испеку. Вот, и я так решила. Думаю, ладно, пусть у меня килограмм кекса, так как он у меня просто для ассортимента. Я его поставила 580 рублей за кекс, 580 рублей. Я подумала, что это будет нормально. Я прибавила себе этот ценник. Вот, 417. 580 минус 417. 163 рубля. То есть, затрат на него, почему так мало, да? 163 рубля, затрат на него немного. По времени он всегда получается, этот кекс. Главное, чтобы была хорошая духовка. Всегда получается. Но вместо какао вы еще можете добавить немного цукатов, да, вместо какао вы можете добавить орехи. Опять же, вы, вот, например, какао вы посчитали, но вы сюда еще посмотрите, что может это какао заменить. У меня в основном с какао берут зебру. Я пеку зебру. Вот, вы можете взять там немного орехов, там рассчитать, сколько там. Ну, возьмите вы тот же фундук, да, допустим, 1000 рублей килограмм. 100 грамм у вас будет 100 рублей. А вы там возьмете совсем немножечко. Посчитайте сами. Я, может быть, неправильно что-то рассказываю. Давайте, друзья, мы подведем такой итог. Итак, электричество. Электричество. Я тратила, например, 3000 рублей в месяц. Я понимаю, что я начинаю заниматься продуктами. Я начинаю, начинаю. У меня тут что-то, я там ночь не поспала, я еще где-то, я где-то там нажгла. И мне приходит на следующий месяц, значит, счет, допустим, 5000 рублей. Я округляю, я просто в два раза увеличила этот счет. Вот, 6000 рублей. Я его разделила на 30 дней. Сколько я в день трачу. И разделила не на 24 часа, а на 12 часов. Почему так? Потому что... Ну, я не знаю, потому что вот так я сделала. Я не знаю, не судите меня, может быть, я что-то делаю не так. Но я знаю, что прибыль я имею из таких расчетов. То же самое газ. То же самое газ. Я тратила, например, 1000. Сразу в два раза увеличила, хотя газа уходит меньше. Даже если, например, я делаю тушенку, с тушенкой там вообще проще. Это отдельно надо ролик записывать. Потому что там по банкам, там электричество можно поменьше посчитать. С тушенкой нормально и с кашами. Это совсем другое. Это мне надо тоже список целый написать. Тем более, что автоклав я рекламировать не собираюсь. Я просто расскажу, сколько уходит времени. Ну, если кому-то будет интересно. Итак, электричество посчитали, газ посчитали. Не забываем его включить в список. Дальше мы берем, переписываем рецептуру продукта, который вы хотите сделать. Допустим, те же трубочки. Пишите яйца, ценник, маргарин, ценник, сахар, мука, сгущенное молоко. Немножко увеличьте расход сгущенного молока. Даже, ну, вернее, да, сгущенного молока. Потому что я, например, беру полторы банки. У меня и расчет также сделан. Когда ко мне девушка обратилась одна, что мы хотим ваши трубочки. Ей кто-то подсказал. В наших кофейнях, потому что мы там где-то берем. Есть невозможно. Или там, или кафешка. В общем, какие-то придорожные кафешки, может быть. Они посмотрели, говорят, орешки нормально, а сгущенки мало. Но, извините, у меня ценник сделан, говорю, именно на это количество сгущенки. Если я буду тратить три банки сгущенки, они будут полные вареные сгущенки. Конечно же, у меня будет и ценник уже 60 рублей, кто там купит эту трубочку. Поэтому уходит полторы банки, все равно возьмите ценник за две. Вы все равно где-то сэкономите. Если вы начнете заниматься, вы все равно начнете экономить. Вы пойдете и купите яйцо. Я еще раз говорю, акция, как работник торговли, как, тем более, бывшая заведующая, я знаю, что такое акция. Это не всегда сроки. Акция – это привлечение покупателей. На сроки, естественно, смотрите, никогда не покупайте плохой продукт. Итак, взяли электричество, взяли все цены, посчитали, испекли, сколько у вас получилось. Ну, дай бог, чтобы у вас 22 трубочки получилось. У меня на мою вот эту вафельницу, она у меня большая, у меня выходит 20 штук. Иногда 21. Я все равно где-нибудь какую-нибудь напортачу. Постоянно. Вот, посчитали. Вы должны увеличить в два раза, но вы понимаете, что как-то в два раза совсем дорого, потому что, ну, 50 даже рублей трубочка, и то дорого. У меня по 45 их берут. Берут и говорят, вкусно, и в Питер даже возили мне трубочки. Ну, почему? Потому что, наверное, все-таки это домашнее приготовление. И также кексы. Кексы эти нравятся всем. Если кто-то уже попробовал этот рецепт, я еще раз хочу выразить свою благодарность своей коллеге, уже бывшей коллеге, очень хорошей женщине. Она мне дала этот рецепт, и спасибо ей огромное. Вот, спасибо тебе, Лариса, если ты меня слышишь сейчас и смотришь. Вот, возможно, я каким-то топорным методом вам объяснила, но он самый простой. Вот для начинающих он самый простой. Но хочу с вами опять же поделиться тем, что сегодня я ездила в организацию, в которой я работала. Ходила, обходила, значит, обходной лист мне выдали, и я зашла в IT-отдел. Там надо мне было, значит, сделать отметку, что у меня нет ни телефонов, ни там еще чего-то, что там выдают. А IT-отдел я с ними знакома, потому что, потом расскажу почему. Тоже в этой же организации работала, но немножко на другой линии. Я у них спросила, говорю, вот так вот, ребята, так и так, мне нужна вот такая-то таблица. В идеале, конечно, иметь таблицу. Таблица в Excel, где заносятся, значит, все вот эти вот продукты заносят, 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 электричество, и все. Готовый продукт у тебя там тоже, все графы. Вот я хочу такую таблицу для себя, потому что где-то смотреть, кто-то продают блогеры, кто-то нет. Ну, не хочется и на колодце где-то покупать. Хочу, чтобы мне эту таблицу сделали. Сейчас, извините, пожалуйста. Камера, друзья мои, перегревается. В общем, а, и вот я рассказываю, да, что я зашла к ним, говорю, ребята, помогите мне, к кому мне обратиться, чтобы сделать вот эту вот табличку. Они у меня спросили, что я хочу. Я у них спросила, сколько она будет стоить. Ничего пока они мне не сказали. Это, конечно, вообще идеально, когда вы открываете компьютер, у вас вот в эту табличку все вот это вот дело заносите. Но я пока обхожусь так. Мне она не к спеху. Я не скажу, что у меня прям дикое производство. Я уже привыкла так. И я вот посмотрела, конечно же, сахар. Да, сахарный песок, он сильно подорожал. Так как я делала всю продукцию с увеличением цены. Вот, например, смотрите, те же пельмени, да, вот я вот тоже тут наприкидывала, те же пельмени. Я что делаю? Пельмени. Килограмм свинины, например, у меня стоят 400 рублей, хорошие свинины. Килограмм говядины 600 рублей. Тысяча рублей за 2 килограмма. Это за 2. Но вы поделите, получается 500 рублей. Вы потратите, потому что вы возьмете всего килограмм этого фарша. На килограмм фарша у вас уходит... Так, на килограмм фарша у вас идет 300 грамм лука. Где-то 250 грамм. Не меньше я кладу лук. Вы берете, значит, перец. Немножко перца. Вы немножко возьмете там сухой чеснок или какой. Это уже вы тоже потом прикинете, сколько у вас уходит. Например, сколько вы потратите пачку. Сколько у вас килограмм. Вы купили пачку этого перца, например, молотого, черного. Не ищите вы дорогой перец. Он весь одинаковый. Вот правда. Но если у вас есть меленька, купите горошком. Вы меленькой делаете. Вы потом примерно узнаете, сколько вы килограмм пельменей наделали. Насколько у вас этого перца ушло. Вот, значит, мясо, лук, чеснок. Сюда же входит мука. Сколько у нас муки уходит? 470 грамм муки. Яйцо. Вода 230 миллилитров. Ну, за куб тоже можно высчитать, сколько куб и сколько всего 230 миллилитров. Я даже воду и не считаю, потому что это и неправильно. Вот. Буты масла, опять же, 3 столовые ложки масла. Масло сейчас растительное дорогое. 3 столовые ложки масла. Можно высчитать, сколько там. Вот будут специально. Посмотрю, сколько миллилитров 3 столовые ложки масла. То есть, вот весь вот этот закуп. Весь этот закуп. И сколько у вас. Так, вот этот весь закуп у вас делается. Но у вас уходит, значит, на этот килограмм 2 замеса теста. 2 замеса вы плюсуете, то есть, дважды тесто сюда. Вы налепили этих пельменей. В итоге у вас должно с килограмма, вообще, у вас там кило с чем-то будет, потому что лук. Еще немного ледяной воды добавляют. Я редко добавляю воду. Если немножко, наверное, я вот так вот стаканчики, там совсем немного ледяная вода. Значит, сколько вы там налепили, 2,5 килограмма у вас должно выйти этих пельменей. Может, поменьше выйдет. Посмотрите. Может, поменьше. И вы смотрите, у вас там сколько, ну, сколько у вас по закупу выходит. Давайте посчитаем, кому интересно. Давайте посчитаем. Так, значит, у нас вышло за килограмм 500 рублей. 500 рублей килограмм мяса, да? Лук. Сколько, допустим, лук у нас идет? 50 рублей стоит килограмм лука. Сейчас. Обычно он бывает в акциях и по 27 рублей, и по 30 рублей он бывает. Давайте возьмем 50 рублей. Так, 50 рублей. Нам нужно 300 грамм, например, да? Вы возьмете на килограмм фарша. Это 15 рублей. Лук, чеснок, сами рассчитаете, сколько вы там потом потратите. Значит, муки. Муки у меня уходит 470 грамм. 470. Ну, давайте возьмем килограмм, потому что вам еще надо будет присыпать стол. И все такое. Килограмм муки. У меня 30 рублей. Килограмм муки стоит. Возьмите побольше, потому что вы будете покупать. Так, потом яйцо. Вы возьмете 2 яйца на 2 замеса теста. Если вы возьмете даже яйцо самое дорогое по 100 рублей, это уйдет 20 рублей. Так, ну, растительное масло. Вы потратите 6 столовых ложек. Ну, пусть 100 миллилитров вы потратите. Да, бутылка масла там 120 рублей. Ну, пусть 12 рублей. 577 рублей вы потратите на... 577 рублей вы потратите вот на эти пельмени. И получится у вас 2,5 килограмма. То есть 230 рублей 80 копеек у вас стоит килограмм пельменей. Умножьте его в 2 раза. И получается 461 рубль. Плюс вы прибавляете сюда, вы потратите на это, допустим, часа 3 времени. Это у нас, сколько мы считали? По 17 рублей. Ну, и плюс вы еще потратите, может быть, газа там рублей 12. 524 рубля. У вас выходит, если вы умножили, в 2 раза. Вообще, в идеале, говорят, в 3 раза. Нет, вы таких пельменей не продадите. Я продаю пельмени по 550 рублей. С учетом, что вот такое мясо. Мясо мы взяли по цене, по хорошей такой, добротной цене. Можно где-то подешевле. Все равно есть акции. Вот так вот. Если кому-то что-то непонятно, это я делюсь. Я не учу. Я делюсь тем, как это делаю я. И я считаю, что это нормально. Я посчитала и электричество. Я посчитала газ. И весь запах продуктов. Если кому-то интересно, если у кого-то кто-то захочет заниматься, например, да, ВКонтакте найдите меня. Или я вот здесь ваши, ну, долго писать. Все ваши сообщения я все равно читаю. Да, я все равно читаю. Вы же видите, я отвечаю каждому. Где-то я напишу там каждому. Где-то я смайлик какой-то, цветочек отправлю. Потому что я всем вам, правда, рада. Вот. Если кто-то что-то не понимает, вот, например, захотите вы рассчитать те же орешки. Ну, давайте, если вы согласны, рассчитаем в следующий раз орешки. Как я делаю? Почему у меня орешек? У меня орешек со сгущенкой стоит 16 рублей штучка. И их берут. И по 50 штук берут. И по 20 берут. Всяко берут. Но если вы захотите, конечно же, сделать уже на этом бизнес, вы на пенсии, и вам нужен приработок. Это нормально. Можно заработать. Можно. Я последнее время говорю вам, друзья мои, я обленелась. Я сейчас возьму себя в руки, я начну лепить и лепить эти пельмени. Потому что кто-то вручную, как лепит прям моментом, я делаю формовые. Вы видели, у меня две формы. Я и вареники делаю формовые. Нормально. Если у вас будет заказ на ручную лепку, вам скажут, ручная лепка, конечно же, вы уже сделаете подороже. А, вот я вам сказала, да, сколько выходит? 524 рубля. Не забывайте, что вы еще работаете. Кто-то вообще, вообще правильно говорят, даже сношенные тапки, и то сюда надо будет разделить стоимость этих тапок. Нет, конечно же, я с ума так не схожу. Я вот продаю по такой цене. Хорошие пельмени в магазине даже, если ориентироваться, хотя это неправильно ориентироваться по цене, да. Коля у меня покупал самодельные пельмени. У нас вот есть такой торговый центр на Никитова, там, значит, в этом подвальном, ну, в цокольном этаже, не в подвале, а в цокольном этаже магазинчик. Там были самолепные пельмени. Мы их никогда не успевали купить. Их все время разбирали, и вот они стоили за килограмм где-то вот, где-то так примерно 550 рублей. Ну, они формовые тоже были. Но я-то знаю, какое я беру мясо. Я знаю, что я, уж мясо так мясо. Хотя вообще в пельмени идет мясо не суперфиле. Конечно, суперфиле вы не будете покупать. Даже и суперфиле, оно стоит 600 рублей килограмм. Вот на рынке, вот даже если вот мне сейчас узнать, сколько стоимость мяса на рынке, хорошее, да, вообще хорошее мясо, и то вот можно уже высчитать. Это мы взяли-то вообще с учетом, что трубочки, что кекс. Это я с учетом высоких цен вам взяла. Заработать-то можно, друзья мои. Колюшка, я сейчас пообщаюсь с людьми, тебе перезвоню. Но Колюшка мне, Колюшка мне позвонил на обеде. Он сейчас, видели, сколько он мне рыбы привез? Я вчера, это еще очень мало. Это мало, потому что они там в основном не занимались рыбалкой. Я тут вчера очистила, дочистила. Хотела вчера еще ролик записать, но потом у меня тут и внучок тут маленький мой. И потом я тут по делам ездила, за вещами я ездила. Я тут сегодня-то документы, а вчера за вещами ездила. Вот, сегодня хочу получить посылку. Друзья мои, мне пришла посылка впервые. Я заказала посылку, любимый Василек, постельное белье и полотенце. Вот сейчас я хочу сама посмотреть на качество, вживую на качество вот этого белья и полотенец. Обязательно вам покажу и по-честному все расскажу. Отвлеклась опять же. Давайте вернемся к нашей себестоимости. Если с первого раза что-то я вам неправильно объяснила, например, да, что я. Я сейчас пойду вот в магазин, я зайду в магазин, я посмотрю там какие вот сейчас цены и сравню то, что я вам говорила. Ну, примерно они такие. Если кто-то хочет что-то рассчитать вместе со мной, вы напишите мне, пожалуйста. Ну, допустим, те же орешки. Давайте рассчитаем орешки. Сколько можно за штучку продать этот орешек. Возможно, мне уже тоже стоит цены пересмотреть, потому что у нас девчонка ВКонтакте уже по тортам, она сказала, что ценник будет дорожать. Сахарный песок опять же. Сахарный песок подорожал. Сливочное масло подорожало очень сильно, потому что на крем, если делать масляный, конечно же, берут очень хорошее сливочное масло. А на выпечку не надо, не пишите мне, что это трансжиры, маргарин. Нет. Вы берете печенье в магазине, вы берете все равно в магазине выпечку какую-то. Никто на настоящем, на самом лучшем сливочном масле вам печь не будет. На самом лучшем сливочном масле испечете вы сами. А мы берем, я все равно даже, вот я смотрю, каргопольское масло, холмогорское масло, потом вкуснотеево масло, все равно какое-то есть всегда в акции, и вы всегда в акции будете брать. Яйцо опять же тоже бывает в акции. Но вы ценник закладываете без акций, прибавляйте немножко. Получилось у вас 16,66 или там 9,10, конечно же, вы округлите. Тем более вот даже электричество с такой бешеной, с таким бешеным ценником за месяц 6,000, то это немного выходит в час. Ну вы же не тратите. Вот я вот сейчас, например, сижу без дневной отопления, у меня свет горит. Я не могу даже общаться без света. Я не могу ничего написать без света, мне нужно, чтобы все время все горело. Вот такой, может быть, немного сумбурный ролик. Когда вы мне напишите свои отзывы, я постараюсь, может быть, что это не так вам рассказала, но что с пустого в порожнее переливать, друзья мои. Все, попрощаюсь с вами я ненадолго. Я хотела сегодня, говорю, еще раз присоединиться к вам, потому что хочу посылку разобрать. Там немножко, но хочу разобрать. Полотенца льняные там мне пришли. Я очень люблю льняные полотенца. Ну, очень прямо я обожаю. Вот лен, красивый, именно в полосочку. Ну, прелесть. Друзья мои, все, я пойду. У меня прием с двух до трех. Время уже 15 на первое. И Колюшке еще позвоню. Спасибо вам, что были со мной. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok